Всем привет, друзья! Вы на канале Аддитивная Кухня и сегодня новый выпуск Аддитивного Ликбеза. Тыры-тыры-ты. Пам! Всем привет! Меня зовут Артём Соломников, а это Аддитивная Кухня. Необычный канал про 3D-печать. Вы знаете, очень часто так происходит, что перед человеком, который ищет себе 3D-принтер, который выбирает себе 3D-принтер, стоит достаточно непростая задача. Во-первых, не промотать свои деньги, а во-вторых, сделать свою будущую печать максимально простой и эффективной. Скажу сразу, что 3D-печать все-таки не является очень простой технологией и немножечко нервишки все-таки потреплет. Но! Помимо понимания самой сути технологии, не хотелось бы, чтобы будущий 3D-печатник был разочарован какими-то характеристиками 3D-принтера, которые ему неправильно объяснили. Он их, возможно, неправильно понял или ему просто выдали желаемое за действительное. Так сказать, подменили понятие. Есть характеристики, которые понимаются однозначно. Например, это размер рабочего поля, это материал корпуса, это тип экструдера, Boden либо Direct, это подогреваемая рабочая платформа или неподогреваемая, ее калибровка, механическая, полуавтоматическая или автоматическая. Причем это вещи, которые напрямую влияют как на цену принтера, так и на его функционал. Материал корпуса на долговечность и на надежность. Тип экструдера Boden либо Direct, либо ограничит вас в материалах, либо нет. Либо даст вам больше производительности, либо не даст. Подогреваемая платформа, также даст вам больше возможности по печати различными материалами. Тип калибровки платформа либо заставит вас крутить барашки вручную, либо вы будете делать это по приказу принтера, либо принтер все сделает самостоятельно, вам лишь надо будет один раз нажать на кнопочку. Если вы согласны со всем вышеперечисленным, то это самое время подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. И вот эти спеки, которые я озвучил выше, их трактовка у всех звучит одинаково. Здесь, в принципе, никто не может слукавить в их обозначении. А вот есть характеристики, лукавство в которых встречается постоянно. Но, кстати говоря, нет. Это не обман. Это, так сказать, разная трактовочка. Возможно, какое-то незнание, а возможно, подмена понятий. Точность печати. Очень часто, вы, наверное, встречали на различных сайтах, пишут в характеристиках вот такое вот значение. Представляете, 11 микрон или 1,25 микрон точность печати 3D принтера. Вы представляете? Реально, с такой точностью можно печатать просто микроизделия и не переживать за то, что они могут не получиться. Но на самом деле, на самом деле нельзя. Потому что эта цифра, это не точность печати. Это точность позиционирования. Причем даже не принтера, а шагового мотора, который причем в вакууме работает. А у нас вообще-то есть рельсы или валы, система перемещений, у нас есть ремни, у нас есть куча-куча различных узлов и деталей, которые, естественно, увеличивают значение точности позиционирования. И точность позиционирования никак не может быть равна дискретности или точности позиционирования самих шаговых моторов. В реальности ни у кого из производителей вы не найдете значение точности печати. Вот именно той точности, которая нам всем нужна. А вот, например, у Stratasys, у производителя промышленных 3D принтеров, это значение есть. На их сайте указывается значение в полтора микрона на один миллиметр. И вот это, друзья мои, абсолютно правильное обозначение точности печати. Когда мы знаем, что на определенные габариты изделия мы получим определенную погрешность, определенные отклонения. И это и есть точность печати. Но почему же это значение есть только у Stratasys? Почему же остальные его не пишут? На самом деле здесь все очень просто. Наверное. Да просто точность печати зависит не только от шаговых моторов, не только от кинематики. Она в том числе зависит еще и от материала в печати, а также от технологического процесса. Например, белый и желтый АБС или ПЛА пластик не дадут вам одинаковой точности при тех же самых настройках. Мой вам совет. Не ведитесь на эти красивые цифры и на их маленькие значения. По сути, любой 3D принтер точный. Все используют плюс-минус одни и те же комплектующие. Вопрос в другом. Вопрос в качестве исполнения этих узлов. Вопрос в качестве комплектующих и в качестве принтера в целом. В долговечность этих узлов и надежности. Кстати, могу вам сказать, то что по сути любую деталь на 3D принтере вы вообще можете печатать в нулях. Да, при этом вы потратите намного больше времени на настройки, но если вам это нужно, то в теории и на практике вы сможете это сделать. Я не знаю, печатать в нулях, как бы у нас, в принципе, аудитория инженерная должна понимать, что печатать в нулях это значит то, что деталь там 100 на 100 получится 100 на 100. Едем дальше. Скорость печати лучше и быстрее. Когда значение этой цифры побольше. Этаких 300, а то лучше 500 миллиметров в секунду. Вот это действительно бешеная скорость печати. Но тут вот какое дело. на самом деле высокие значения линейной скорости не гарантируют вам быстрого получения результата. Почему? Спросите вы. Да потому что помимо линейной скорости в целом на скорость печати повлияет еще и ускорение. А это значение вообще никто не указывает в характеристиках. Да и зачем? Это какой-то сложный параметр. Зачем его вообще указывать? Да и вообще я вам хочу сказать то, что не ускорение и не линейная скорость вообще не показательные вещи. То есть это важные характеристики, но они совершенно не показательные. Намного важнее, какая у принтера производительность. Потому что именно по производительности вы сможете оценить сколько времени потребуется для печати ваших изделий. Это сможет вам помочь в расчете амортизации и в принципе экономике сокращения ваших издержек. Ну и так далее. А что при этом вам дает значение линейной скорости? Ну типа 80 мм в секунду, 100 мм в секунду. Да ничего это вам не дает. Вы даже не можете по большому счету сравнить если у принтера будет написано 100 мм в секунду, а у другого например будет написано 80 мм в секунду. Это совсем не говорит о том, что тот у которого 100 тот быстрее напечатает вашу деталь чем тот у которого 80. Потому что ускорение потому что производительность потому что сопло потому что много чего. Следующим у нас идет минимальная толщина слоя. Вы знаете иногда ну сейчас конечно наверное в меньшей степени но раньше это было очень часто встречалось когда минимальную толщину слоя выдавали за точность печати. У меня лично от этого капец как режется слух режется кого он режется ну имея характеристику минимальная толщина слоя 50 микрон говорят ну точность печати нашего принтера 50 микрон что вообще это такое 50 микрон чего от чего к чему вообще непонятно ну давайте просто приравняем минимальную толщину слоя и точность печати как будто бы это одно и то же на самом деле это вообще не одно и то же в ситуации когда все прекрасно понимают что обозначает минимальная толщина слоя вырисовывается другой интересный момент это значение 20 микрон 10 микрон или даже я встречал такое 1 микрон минимальная толщина слоя на fdm 3d принтерах нет это абсолютно реально это абсолютно возможно но с таким слоем ну не считая того факта что это будет деталь печататься вечность с таким слоем можно печатать нормально только детали у которых достаточно простая геометрическая форма другие детали тоже можно печатать но для этого надо будет так основательно поковыряться в настройках в общем это сложно это долго это совершенно не оправдано хотите чтобы деталь была достаточно гладкая вам вполне хватит 50 микрон да даже 50 микрон это слишком мало можно и соточкой печатать кстати говоря наверное было бы намного более логично если бы минимально точного слоя сравнивали с шероховатостью но точно не с точностью печать отдельного внимания так сказать на десерт этого видео ликбеза заслуживает функция такая супер удобная супер уникальная и реально полезная как восстановление печати после отключения питания это же так прекрасно вырубился свет принтер сам встал на паузу а потом свет дали и вы можете продолжить свою печать как ни в чем не бывало с сохранением того качества печати которое у вас было и вы действительно верите в эти сказки а кто вам будет греть стол если например свет отрубили часиков так на 10 а кто вам будет подогревать верхние слои чтобы они потом хорошо слиплись с новыми вновь укладываемыми мими 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 просто в этой функции есть два существенных минуса первое это то что запоминание последней координаты перед отключением света ровно как восстановление печати работает чисто для контроллера а питание стола при этом естественно ничем не поддерживается и когда деталь когда стол остынет деталь скорее всего ну 99% она отвалится либо она не отвалится но она как минимум уже будет не так хорошо зафиксирована на столе а если этот пластик какой-нибудь чуть более чем инженерный или в принципе инженерный то тогда деталь начнет ну как бы она чуть-чуть поддеформируется все равно и второй минус в процессе печати как вы знаете каждый последующий слой укладывается на предыдущий слой и этот предыдущий слой он еще как бы тепленький таким образом когда идет непрерывный процесс печати когезия когезия она улучшается а если деталь очень долго висит в паузе то потом при продолжении печати новый слой будет укладываться на холодную деталь и в этом месте она потом либо растрескается либо просто сломается но так или иначе она будет испорчена некоторые из вас скажут но свет может в принципе не отключаться он может просто пропасть на некоторые секунды миллисекунды на несколько минуточек так сказать эта функция спасет деталь не успеет остыть и все такое я бы в этом случае все-таки рекомендовал воспользоваться и БПшником это будет точно надежно и это будет более эффективно на первый взгляд все это простые характеристики совершенно не сложного устройства 3D принтера но на самом деле к сожалению количество неверной информации в сети она очень сильно подрывает эту технологию технологию 3D печати люди начинают говорить что 3D печать это непрочно это слишком сложно либо что это баловство но на самом деле они просто опирались не совсем на те источники либо опираясь на эти источники сделали не совсем правильные выводы это был аддитивный ликбез пишите в комментариях чем вы столкнулись когда выбирали 3D принтер или когда его уже выбрали купили и что там оказалось не совсем так как вы себе представляли на первый взгляд или то как вам рассказывали пишите в комментариях подписывайтесь на наш канал аддитивная кухня ставьте лайки к этому видео всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч